22 августа сего года по адресу Заневский проспект, дом 37 в городе Санкт-Петербурге пройдёт третья завершающая лекция из цикла «Военная история Руси», посвящённая 14-му столетию. Мы рассмотрели систему взаимоотношений и княжеских договоров второй половины 14-го века в Московском княжестве и что из этого получилось. Далее мы рассмотрели начало тяжелейшего конфликта между Москвой и Великим княжеством литовским, который произошёл как раз в это время, в 60-70-е годы 14-го столетия. То, что дало началу огромной многовековой русско-литовской войне, которую мы условно назвали «Столетней русской войной». И вот, наконец, третья лекция, которая будет называться «От победы на Дону к поражению на Ворскле». Имеются в виду, естественно, сражения на Куликовском поле, которое в 14-м веке и в 15-м веке называлось «Битвы на Дону» и грандиозное поражение литовского войска на реке Ворскла, который нанёс им хан Едигей, возглавлявший Ногайскую Орду. Эти события были напрямую связаны в плотнейший политический ком, в плотнейший политический узел. И одна, по большому счёту, без другой в истории не существует. Конечно же, Куликовская битва хорошо, широко известна, много освещена, неплохо, хотя гораздо меньше известна битва на реке Ворскле. Но в соединении их, пожалуй, ещё, наверное, публично никто не рассматривал. И вот мы 22 августа попытаемся разобраться во всех хитросплетениях московской, литовской, ордынской политики и в их военном деле на примере этих двух знаковых битв. Поэтому не забывайте покупать билеты и приходить. В данном цикле эта лекция завершающая, после чего мы возьмём некоторую паузу. Итак, 22 августа, Заневский, 37, от победы на Дону к поражению на Ворскле. В 19.00 жду всех. Добро пожаловать. Продолжение следует...